И вот этот Бабич, который посол в Минске, посол в Белоруссии, наговорил черт знает чего, да, но он с Приволжского округа, то есть он уже по классической схеме пошел. И вот в Министерстве иностранных дел Анатолий Глаз обвинил, значит, вот этого Бабича, российского посла в неуважении к белорусам, не знание реалий страны, сказал, на мой взгляд, он просто не понял разницы между федеральным округом и независимым государством. И знаешь, в чем прелесть? В том, что до этого Аяцков же в свое время так прославился, он там две недели, что ли, был послом в Белоруссии, то есть приехал, наговорил, как он будет там строить Лукашенко, и тот будет ходить там под козырек брать. И для вот этого Бабича, который, собственно, из Приволжского федерального округа и должен знать эту историю, это не явилось наукой. Он тоже приехал туда и тут же навыпендривался. Так что странная, конечно, ситуация, но с Белоруссией не все так просто. Я вот спинным мозгом чувствую, что Вова там что-то чудит, совершенно откровенно, и у него нет другого выхода. Он должен наехать на Белоруссию, ввести ее в состав России, чтобы ватники кричали, какой он собиратель земель русских. Да, это опасная ситуация, я о ней два года назад слышал, мне просто сказали, да, для вот такого любого авторитарного строя выход из тяжелой ситуации – это война, это конфронтация. Поэтому, к сожалению, как бы мы сейчас не смеялись, но у Кремля военный исход любого конфликта, я имею в виду внутри страны, кризис – это конфликт. Это разрешение военным путем, вокруг враги, и во время войны нельзя, так скажем, ругать своего лидера, надо всем вокруг сплотиться и прочее, прочее. И вполне возможно, что военные захваты, вооруженные действия – это спасение, ну, продление агонии фактически Кремля на год, на два, на три, что, собственно, произошло с Крымом, который, собственно, на несколько лет, с 2014 года уропатриотическое настроение поднял. Но все это кончилось большим кризисом, и сейчас я уже не уверен, что все кричат «Ура, Крым!», но просто не все могут связать Крым и кризис. Но в конце концов, людям поймут, насколько ли он так важен, этот Крым, ради того, что вот ухудшилось положение россиян всех вместе из-за этой оккупации. Крым и кризис Крым и кризис Крым и кризис Продолжение следует...